Приветствую вас! Как я понимаю, основная проблема заключается в том, что вы хотите поставить лайк, но не знаете, как воспримет это подруга. Не подумайте о нас, что завязывается дружба между вами. Вот. Значит, смотрите. Вы пишете, значит, так, что вы не общались год, с ней подсорились из-за того, что она слишком много занимала вашего личного пространства. И давайте подумаем. Вот для чего вы хотите поставить ей лайк? Вот вы говорите, у меня появилось желание оценить. Ну, хорошо. Желание оценить появилось. Это здорово. Ибо любое проявление активности к человеку, это прекрасно. Но, еще раз, почему у вас появилось это желание? С чем оно свято? Скучаете вы под подругой? Хотите вы с ней все-таки наладить отношения? Или вы просто желаете поставить ей лайк просто потому, что вот, ну, действительно хорошая фотография? Просто по-человечески. Хотите вы ей поставить лайк? Если так, если вот просто по-человечески, то смело ставьте его ей, ни о чем не беспокойтесь. Скорее всего, ваша подруга никак на это не отреагирует или отреагирует, но, как вы знаете, напишет она вам, может быть, что-нибудь, но вас это волновать не должно в этом случае. Я имею ввиду, в случае, если вы просто по-человечески ходите ей поставить лайк, потому что вы не собираетесь завязывать с ней дружбу и потому что вас все устраивает. Вам все нравится, вас все, в общем-то, радует. Другое дело, значит, что вы пишете, что думаете, как она вас примет этот лайк, сразу появляется вопрос к вам, а почему вас это волнует? Какая разница, как она вас примет лайк? Вы сами этот лайк ей ставите для чего? Вот вы сами делаете это зачем? Зачем вы ставите человеку лайк? Для себя или для нее? Если для нее, то да, конечно, вас это волнует. Если для нее, то да, конечно, вас беспокоит, например, то, как она это воспримет, потому что вы это делаете для нее. Но, если вы делаете это для себя, если вы лайк хотите ей поставить только исключительно для себя, то, по большому счету, по большому счету, неважно, вот неважно совершенно, как она это воспримет. По большому счету, в этом случае важно только то, чего хотите вы, чего желаете вы, чего ожидаете вы. А она может вас принять это так, как ей угодно, так, как ей хочет. То есть мы не можем говорить про вашу подругу, это было бы неправильно, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Мы можем говорить только про вас и только про то, что касается вас. И если вы ожидаете от лайка чего-то для себя, чего-то для, ну, вот, например, для развития ваших отношений, допустим, для, там, я не знаю, для возобновления общения, может быть, вы хотите как-то, вот, показать подруге, что вы, например, лучше, чем она, ну, то есть, в том плане, что она вам лайка не ставила, вас не поздравляла с праздниками, а вы все это, вы все это делали и делаете, как я понял, вот. Вот, и если так, если так, то делать этого, конечно, не надо тогда, потому что в этом случае вы можете испытать довольно большое разочарование именно из-за того, что вас не оценили, именно из-за того, что вас не, ну, не получили вы в итоге то, того, что вы хотели, понимаете, и поэтому в этом случае не нужно их ставить лайки. Но если вы их просто, вот, по-человечески хотите человека порадовать, показать ей, что вы, ну, все-таки видите, там, что у нее получилась хорошая фотография, например, то сделайте это, сделайте, в этом нет ничего плохого, и не важно, что она подумает право, вот. Другой момент, другой момент, на мой взгляд, важный момент заключается в том, что, как вы написали, вы знаете, что происходит с вашей подругой сейчас. то есть, я хочу сказать, что вы в курсе того, что она, например, делает, вы в курсе того, что, ну, что она меняет, там, фотографию, допустим, и так далее, вот. То есть, вы, как бы, следите за ней. Я не говорю, следите в том плане, что, знаете, прям, вот, неустанно прям наблюдаете за ней. Нет, этого я не говорю. А я имею в виду немножко другое. Я имею в виду, что вы следите за ней в том плане, что, ну, не упускаете ее из виду, понимаете? И вопрос здесь, на мой взгляд, заключается в том, а почему, вот почему вы не упускаете ее из виду? Почему вы не упускаете ее из поля своего зрения? Вы надеетесь, может быть, на то, что у вас возобновятся отношения? Вы надеетесь на то, что у вас, там, что-то получится или что? А если да, то чем это продиктовано? Тоже вот такой, на мой взгляд, довольно важный момент, понимаете? Насколько, грубо говоря, ваши ожидания оправданы, понимаете? Это вот все очень важно. И если у вас есть какие-то вот все-таки надежды, именно надежды, да? На то, что ваши отношения можно как-то восстановить все-таки. Если у вас есть надежды, то в этом случае я рекомендую вам, ну, в первую очередь, поработать с этими надеждами. Если вы хотите восстановить отношения с подругой, то лучше не ставьте ей лайк, а просто напишите, например, в личном сообщении, что вот увидела, например, свою фотографию и, собственно говоря, подумала... ...помогла, что ты очень красивая и что я хочу тебе об этом сказать лично, например. И все. И это будет хорошим началом возобновления ваших отношений. Но, по крайней мере, это будет честно, если вы хотите чего-то от нее, с ней. А если вы ничего не хотите, то тогда опять никакая разница, что она вам напишет. То есть вот подобный аспект я рекомендую вам продумать и уже в зависимости от этого поступать. Я думаю, что у вас все получится, я думаю, что ситуация разрешится. Я думаю, что каждый из экспертов, в том числе и я, будем рады вам помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы по нему, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!